Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. У нас сегодня очередные маленькие банные полезные вещи. И сегодняшний выпуск посвящен окну в бане. Зачем, почему, куда его поставить и на какой, главное, высоте. Сейчас все на примерах я вам объясню. Первое окно в бане для чего нужно, это, конечно, для инсоляции. То есть солнечный свет должен попадать в помещение, где находится человек. Иначе ему становится просто банально некомфортно. Это первый момент. Второй момент. Есть банные печи. И вообще, скажем так, архитектура парной, где не предусматривается вентиляция. Вот видите, у нас вот здесь вот есть вентиляция. Но есть проекты, где вентиляция вообще не используется. То есть создается в парилке избыточное давление. Да-да, избыточное давление. Но, тем не менее, для залпового проветривания окошко вполне пригодно. Когда вы его открываете, соответственно, часть пара уходит в окошко. И часть холодного воздуха заходит вовнутрь. Это все делится пополам. Значит, следующий момент. На какой высоте его нужно располагать. Мы для себя принимаем высоту окошка, равном не выше косяка двери. Потому что двери у всех разные. Соответственно, там от метра семидесяти до двух метров. И высота парилки тоже разная. Зачем мы это делаем? Так как сверху над дверью, над окном, получается некий паровой пирог, то окно, являясь холодной плоскостью, позволяет в соприкосновении пару течь вниз. То есть, для сохранения тепла, конечно же, лучше, когда окно располагается внизу, ниже косяка двери, ну, верхнего. Соответственно, это может быть и на уровне полка, может быть повыше, но в соответствии от архитектуры. И теперь настало время, как же правильно расположить само окно в парной. Прежде чем я продолжу, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, потому что у нас более 600 полезных, коротеньких и не очень коротеньких видосов про баню, про строительство, про процедуры, ну, про всё, про всё, про всё. И, соответственно, у нас к этому видео подконнекчены ещё различные полезные материалы, касающиеся строительства бани. Ну, а теперь давайте-ка я вам объясню, как правильно ставить окно в парилку и где оно должно располагаться с точки зрения правильной архитектуры бани. Мне на помощь придёт вот такая вот 3D-модель парной, в принципе, в которой я сейчас и нахожусь. Ну, на стенах у нас фирменная липа с лейком, здесь у нас паровозик стоит, но как раз-таки вот это макет в 3D мы специально распечатали. Я его сюда положу, вот, и объясню, где должно находиться окошко. И покажу прям чётко-чётко. Нам на помощь придёт мой любимый мячик, но сегодня он будет выполнять не функцию канализации, и, значит, что происходит? Как вы знаете, солнце у нас движется с востока на запад. А банные процедуры человек принимает в основном, когда? Правильно. Вечером, соответственно, окошко в парилке должно располагаться. Если мы берём наше солнышко, которое встаёт на востоке, совершает свой небесный круг и, соответственно, приходит в парилку вечером с западной стороны. То есть мы получаем в парилке дополнительное освещение. Ну вот, прям видно, да? Я думаю, что везде видно. Дополнительное освещение, когда можно не пользоваться дополнительным светом в парной. Вот такая прикольная штучка по поводу размещения парилки на участке и по сторонам света. Вдобавок ко всему, не забывайте о ветряном подпоре, потому что он тоже существует. И, соответственно, в зависимости от роза ветров, тоже нужно смотреть, чтобы в окно сильный ветер, например, с северной стороны, не сильно задувал, потому что с северной стороны окно располагать не очень хорошо. Вот такой небольшой полезный лайфхак, посвященный окошку в бане, я вам сегодня рассказал. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал. Всего доброго и лёгкого пара!